Виталий, приветствую тебя! Очередная встреча, то есть для торговой сессии среды. Это второй эфир за неделю. Мы снова, друзья, для вас рассматриваем, анализируем текущую ситуацию рыночную, два способа анализа, техника и фундамент. Но иногда, когда есть хорошие сигналы, я говорю про психологию, про действия большинства и меньшинства. И согласен с теми, кто считает, что психология – это еще один вариант интерпретировать рыночные события и принимать решения. Но мы все-таки делаем больше акцент на технику и фундамента, поэтому даем вам максимум информации по актуальным возможностям. И финальное решение уже заварено. Прислушиваться ли этих рекомендаций, действовать или нет – решать. Друзья, надеемся, что вы все-таки не будете в стороне и, когда есть возможности, будете их активно использовать. Так, ну что, сегодня у нас на повестке экономического календаря отчет важный по Канаде, данные по инфляции. В целом сейчас по всем регионам инфляция очень важна, потому что инфляция влияет на курс центральных банков соответствующих, а курс ЦБ влияет на валюту, за которым мы, собственно, всегда и следим и наблюдаем. Поэтому, как я в понедельник говорил, что было бы неплохо сегодня обценить перспективы пары доллар-канадец. Если у тебя есть что-то интересное в плане техники, Виталий, будет круто, если также прокомментируешь. Так, ну что, давайте к демонстрации экрана. Начнем мы с меня. По уже привычному набору инструментов пробегусь, потому что мне кажется, что по-прежнему те активы, которые мы с тобой ранее анализировали, они сейчас самые интересные. Начнем с американского фондового рынка. Здесь стоит сказать только то, что с момента нашего последнего эфира мы ориентировались на то, что Кай будет очень скоро с новый рекордный уровень. Ну, я думаю, можно сказать, что мы уже находимся на этих исторических максимумах. Уже, наверное, 69-й раз с начала этого года. И не припомню, когда последний раз год был настолько выдающимся и результативным для американских индексов. Ну, наверное, такого рода события уже были после кризиса 2008 года, когда рынки активно восстанавливались. Сейчас мы видим то, что фондовый рынок ничего не пугает. Если мне не изменяет память, на одном из прошлых эфиров я также давал понять, что по версии Bank of America, которые провели очень хороший анализ исторической динамики S&P, ноябрь и декабрь – это, в принципе, практически всегда беспроигрышный месяц, если торговать на ожиданиях роста. И предлагаю на тот фундамент, который есть в Маминсе, набросить вот эту историческую ретро-персективу и, соответственно, предположить, что до конца этого года мы увидим не только 4,7 и выше, а может быть даже покупатели S&P предпримут попытку движения в район уже совсем круглой юбилейной отметки 5000 пунктов. Так, дальше по активам золота я рекомендовал дождаться коррекции в район 1840 и уже там покупать. Ну, сейчас котировки 1856, но коррекция все-таки была развита. И, друзья, потерпеть нужно, если вы все-таки вне сделок по золоту, но хочется его выкупить из-за устойчивых инфляционных ожиданий, из-за того, что это действительно классный хеджевый инструмент от рисков инфляции. Если потерпеть, подождать еще коррекция долларов на 10, если она будет, она, скорее всего, будет, потому что очень сильно уже затащили и индекс доллара, который должен дать слабину, и, в принципе, вообще все, что мы видели по рынку в последние недели, нуждается в каком-то коррекционном открытии. Поэтому прежняя сделка, голимит с уровня 1840, она остается в приоритете, она остается актуальной. Однако, если кто-то из вас уже в лонгах, ждет более высокие уровни, я думаю, что на вашей стороне не только я, но и многие трейдеры, которые прогнозируют неизбежное движение золота выше 1900 долларов за тройскую функцию. По рынку нефти также была рекомендация выкупить после коррекции в районе 80 долларов за баррель. Эта сделка также актуальна, потому что мы чуть-чуть не дотянули до уровня данной отложки, но допускаю, что это может произойти даже уже сегодня, потому что сегодня на повестке экономического календаря данные по запасам. И если, опять же, вспомнить реакцию нефти на прошлые релизы по запасам, то день обещает быть волатильным, и вот эта волатильность как раз может задеть отложку, чтобы мы оказались в рынке и дождались в идеале при оптимистичном развитии событий по следующему восстановлению. Я, опять же, сторонник того, что нефть будет расти, потому что считаю, что вот эта напускная микропаника, которая есть сейчас на рынке углеводородов из-за возможности продажи стратегических резервов в США, из-за потенциального запрета экспорта, это то, что будет иметь непроложительное влияние на котировки нефти и, в конце концов, рынок сфокусируется на растущем спросе и недостатке предложения. Так, доллар канадец, как и обещал, друзья, сегодня, на мой взгляд, точно стоит ожидать волатильности, ну, наверное, на фигуру точно, потому что канадский доллар активно реагирует сейчас на статистику, канадский доллар точно реагирует еще активнее на данные по инфляции, потому что, напомню, в прошлом месяце канадский регулятор полностью завершил программу количественного смягчения и дал конкретно несколько установок, что в случае прогресса в плане макроэкономической статистики он будет более, наверное, податливым, что ли, в плане ужесточения монетарного курса и повышения процентной ставки. Но самое главное, был сделан акцент на то, что если инфляция продолжит расти опережающими темпами текущие инфляционные ожидания, то тогда это решение будет просто необходимо. Я не сомневаюсь в том, что сегодня индекс потребительских цен в годовом, в месячном выражении основной индекса инфляции, базовой, все индикаторы покажут прирост, потому что это неизбежно из-за последнего скачка цен на нефть, из-за сложного потребительского спроса, реализации такого понятия. И очень рассчитываю на то, что на пресс-конференции мы все-таки услышим намек о том, что банк Канады готов к этим проактивным мерам и действиям. Как с этим работать? Я думаю, что будет все-таки прострел наверх, снова в район отметки 1,2570, 1,2590. И вот где-то посерединке 1,2580 я предлагаю разместить окошку в sell limit, оттуда зашортить и, соответственно, уже использовать потенциал сильных данных, вероятности повышения процентной ставки. И я надеюсь еще к этому моменту подоспеет и рынок нефти с моим сценарием роста нефти для канадского доллара. Это, конечно же, мощный триггер, и при восстановлении рынка нефти канадский доллар получает дополнительную поддержку. И буквально пару слов еще скажу про перспективы евро с учетом, опять же, рыночного позиционирования большинства и меньшинства. Сейчас вот даже несмотря на мощный провал на азиатской сессии, который стал следствием очередных комментариев Лагард о том, что не видать пока что трейдерным инвесторам рост процентных ставок в ЦБ, может показаться, что вот все, на что могли рассчитывать продавцы, они уже получили. И ниже евро уже не заберется. Но, друзья, сейчас большинство участников рынка, если оценивать активность даже клиентов компании Амаркетс, считают, что евро достиг своего дна и ниже не сходит. Но, как правило, в этот самый момент евро идет еще ниже. Поэтому предлагаю рискованную сделку по евро-доллару, краткосрочная сделка. Это селлимит с уровня 1.13.30 с тейк-профитом на отметке 1.12. Виталий, слово тебе. Так, видно экран? Теперь видно. Итак, всех приветствую. Сейчас пройдемся по тем идеям, которые я давал в прошлый раз. Разберем их и дам видение на сегодня по рынку. Итак, как всегда, Артем, да, ты давал разбор по S&P 500. Я взял первенство по китайскому индексу, так как были запросы, и буду стараться его транслировать, скажем, каждый наш обзор. И буду давать какое-то видение, если оно будет. Напомню, в понедельник я давал покупочку на этих минимумах, которые у нас были. Также покупочка была еще на прошлой неделе, здесь снизу. Это для тех, кто ранее не покупал. Я давал покупку в понедельник. Кто еще не купил и в этот понедельник, возможность купить с текущих тоже данный индекс. Со стоп-лоссом у нас текущие цены – это 91.85. Со стоп-лоссом где-то в районе условно 89.80. С расчетом на то, что мы пойдем в хороший рост. В принципе, я по S&P тоже согласен. Там пока дневки смотрятся на рост. Никаких признаков на разворот нет. Поэтому, кто сейчас покупает, он уже с риском. Кто покупал понедельник, тоже он еще в риске. Небольшой плюс есть по рынку. Кто покупал на прошлой неделе, есть хороший профит. И плюс, как я уже сказал, возможно перенести без убыток и удерживать сделку на возможное какое-то среднесрочное движение наверх. Плюс, если S&P пойдет к тем целям, которые ты сказал, 5000 пунктов, туда недалеко до Нового года, возможно, и сходим. Время покажет. Что касается данного индекса. Дальше. Также была идея у меня по новозеландскому доллару. Она не сработала. Здесь я получил стоп-лосс. Покупали мы где-то в районе 0,70, там 60, плюс-минус, где-то на этом уровне. Конечно, сделка была рискованная в формате о том, что понедельник закрылся как-то шартово. Я здесь тоже входил на покупку, получил стоп-лосс. Понимал, что здесь, скорее всего, не будет такого движения. Но, скажем, этот рынок нужно тоже принимать стоп-лоссы. На текущий момент пока по новозеландскому доллару я вне рынка. Посмотрим, что он еще на этой неделе покажет. Аналогично была на выбор или новозеландский доллар, или австралийский доллар. Тоже возможность покупки. Здесь на текущий момент мы в текущем месяце показываем нисходящий локальный тренд. Подошли достаточно к сильному уровню поддержки в районе 0,72-0,85, плюс-минус. Также у нас здесь такой локальный восходящий тренд, трендовая. Ну, она недостаточно сильная, потому что у нас вот этот размах диапазона, мы хоть со второй точки показали новый максимум, но он достаточно глубокий откат, примерно на 80%. Это говорит о слабой силе данной трендовой. Но как ориентир, возможно, ее взять во внимание и где-то в этой зоне рассматривать покупки. Сам я пока лично не покупаю, потому что на текущий момент по валютному рынку вот достаточно шаткое мнение у меня по нему. Почему? Так скажем, рынок в тренде, да? То есть доллар по всем валютам растет, и работа сейчас на возможный разворот доллара, скажем, есть признаки, но нету каких-то явных хороших сигналов. Вот, к примеру, тот же индекс доллара, да? Он, как я уже ранее говорил, на нем присутствовала дивергенция на дневном графике, ее сейчас сломили, но не было модели сильного заходного импульса вниз на разворот тренда. Есть один момент, который этой ночью произошел по валютным парам, ну, точнее, это по евро-доллару или по индексу доллару. Произошла кульминация, возможно, на тех новостях, которые выступала Кристина Лагар, и этот момент является возможным, скажем, сигналом на коррекцию данного тренда. В зависимости, по-разному, возможно, взять индекс доллара или евро-доллар, здесь одинаковая картина. В чем она заключается? Первое, это по евро-доллару присутствует новая дивергенция на часовиках, но это такой, это технический индикатор. Второе, графический, который мне интересен, вот этот выброс цены на азиатской сессии. Если кто помнит, несколько месяцев назад мы аналогичную ситуацию обсуждали по золоту. Вот я переключусь сейчас на дневной график по золоту. Вот это август, если ты помнишь, вот когда у нас было сильное падение по золоту, и вот этот, скажем, такой пролив цены вниз, он произошел на азиатской сессии, когда у нас рынок низколиквидный. И я на тот момент говорил, что есть признак разворота тренда по золоту, так как есть кульминация выброс цены, но не было модели. То есть здесь, если трейдер хочет более надежный сигнал, то он там сопоставляет несколько моментов. И то же самое сейчас произошло по евро-доллару. У нас произошла возможная, скажем, возможная кульминация, и сейчас пойдет разворот тренда. Но это слабенький сигнал, но возможно его рассматривать. Поэтому кто ранее, напомню, еще на прошлой неделе советовал евро шортить в районе 1.16, практически 1.15.80, с целями 1.15-1.14, мы ушли еще ниже. И сейчас, если кто ранее шортил, с наших слушателей возможно купить секущих, это у нас 1.13.08, там плюс-минус, даже если будет выше, кто-то будет записи смотреть, возможно купить евро-доллар со стоплосом за минимум ночной, это 1.12.60, с расчетом на то, что у нас произошла кульминация, и мы пойдем на хороший разворот по евро-доллару. Это первое. Если здесь будет какая-то модель дневная, сильная, то я уже тогда буду говорить, вот это очень хороший сигнал. Пока то, что имеем на рынке, не такие сильные сигналы. Дальше. По канадскому доллару здесь аналогичная картина, как и австралийский доллар, новозеландский доллар. Очень все шатко, тренд. Но если брать во внимание, что индекс доллара и евро-доллар показывают какие-то небольшие признаки, канадский доллар то же самое. И в принципе ту идею, которую ты транслировал, то есть ты получается лимитку ставил на ночной хай, правильно? Да. Возможно таким образом еще какой-то будет выбор сцены наверх, возможно с текущих. Пока и каких-то торговых рекомендаций я не буду давать, только по евро-доллару и по китайскому индексу. Но я не исключаю снижение цены с текущих, так как уже получается ночью произошел ложный вчерашнего хая. Если мы все-таки сегодня удержим 1.26 уровень, то в принципе у нас возможно будет смена тенденции. Но это очень слабый сигнал, так как у нас тренд и сигнал на разворот достаточно низкий. Будет ли тот добой, о котором ты говорил, все возможно, но я пока его возможно не жду. Как-то вот так. Дальше. По золоту в принципе с тобой согласен. Долгосрочно. Мы еще ранее говорили. Здесь ланги нужно подождать, если будет какая-то коррекция хорошая. Но еще нужно понимать, что на рынке есть такие моменты, что если ты ранее не вошел по какой-то хорошей точке входа на покупку, то дальше очень сложно словить что-то на тренде, если рынок не дает или дает какие-то непонятные откаты. То есть как-то вот так. Дальше. По нефти. Еще хотел бы дать комментарий. Мы с ребятами обсуждали ранее с учениками шорты. Вот где-то в этой области. В районе там 83 по бренд. Пока мы как-то локально падаем, что с этого получится дальше? Тоже мне вот этот момент про торговки, ну он какой-то соплями снизу, не сильно нравится, но я пока, скажем, очень-очень осторожно за шорт. В район 80 до твоей лимитки и, возможно, ниже. Потому что прошли достаточно сильные ипульсы вниз в текущем месяце и в конце прошлого. Возможно, мы хотим сделать более глубокую коррекцию. Но тоже сложный вариант. То есть пока рынок такой очень-очень шаткий. Хороший, неплохой это китайский индекс, евро-доллар рискованный и канадский доллар рискованный, я считаю. Пока все. Спасибо, Виталий, за комментарии, за сделки. Следим. Сегодня, напоминаю, отчет по инфляции в 15.30. Друзья, у нас с Виталием как раз была дана для вас рекомендация по паре доллар-канадец. Кому интересно торговать в ожидании какого-то драйвера, который точно должен произойти, а не так, когда что там стрельнет, так сказать. То сегодня канадский доллар должен быть в арсенале ваших торговых решений, и вы должны на него посмотреть. Так, ну что, Виталий, тогда итоги подведем. Во время нашего следующего эфира, прямо с открытия следующей недели, в понедельник, тебе большое спасибо за то, что подключился, озвучил свои идеи, видение рынка, хорошего закрытия, оставшаяся часть недели и в целом все недели, хороших выходных. Спасибо тебе. Все, пока, удачи.